Слава нашему Господу, братья и сестры! Чудесное собрание сегодня для нас дал Господь. Спасибо, молодежь, за хорошие псалмы, за стихотворения. И это действительно было благословенно и помазано Господом. Господь сегодня для нас приготовил хороший вечер, когда мы можем укрепиться Духом Святым и Словом Его. Для чего? Для того, чтобы нам побеждать в нашей жизни. Я сегодня хотел бы говорить на тему «Сила для победы». Нам хорошо в этот вечер, хорошо вместе наслаждаться Словом Божьим, красивыми псалмами. Но мы пойдем очень скоро с этого места домой. Мы будем дома, да, за спать, будем на наших работах, будем заниматься своими делами. И мы можем встретить одну нужду очень скоро, что нам нужна сила, что нам нужно что-то победить, нам нужно приложить какое-то усилие для того, чтобы побеждать. Нам может встретиться что-то, что нам необходима будет сила для победы. И вот об этой силе мне хотелось бы сегодня вместе поговорить. Первое место, которое мы прочитаем, это первое послание апостола Иоанна. Вторая глава, 14 стих. Вторая половина, 14 стиха. Первое Иоанна 2, 14. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Иоанн говорит к юношам, но не только к юношам. Это слово мы можем отнести к каждому из нас. «Я написал вам, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и как результат вы победили лукавого». Конечно, юноши сильны. Юность – это пора, когда действительно физическая сила самая в расцвете. Но здесь говорится не о физической силе. Здесь говорится о той силе, которая есть духовная сила. Это сила Духа Святого. Это сила Духа, это внутренняя сила для победы над грехом. И когда юноши, и когда молодые люди сильны, и здесь прямо в этом месте Слова Божьего мы находим и ответ. И когда вообще христианин силен, когда Слово Божье пребывает во мне и в тебе. Когда Слово Божье пребывает в нас. Только тогда мы сильны. Только тогда мы сильны, когда Слово Господне наполняет наш разум и наше сердце, нашего внутреннего человека. И только тогда мы себя чувствуем сильными духовно. И мы можем что-то делать. Мы можем побеждать. У нас есть сила. Только тогда, когда Слово Божье пребывает в нас. И здесь говорит Иоанн о том, что вы победили. Вы победили Лукавого. Когда приходит победа? Победа приходит в борьбе. Мне хотелось бы сегодня обратить наше внимание на три борьбы, которые встречаются в нашей жизни. И в каждой из них нам действительно нужна победа. Нам только победа нужна. Потому что иначе это будет поражение. И мы не можем с этим согласиться. Итак, первая борьба. Это борьба против греха и против сил тьмы. Которую действительно ведет каждый христианин. В большей или меньшей мере. Но мы встречаемся с этим. И мы не можем молчать об этом. Молодежь. Есть атаки тьмы. Есть борьба против сил тьмы и греха. И об этом Библия не умалчивает. И нам нужно быть готовыми, что мы встретимся с этой борьбой. Что нам придется бороться. И нам нужно быть готовыми к этой борьбе. И победить. И в этой борьбе нужно и можно побеждать. Так говорит Слово Божье. Мы прочитаем вместе послание апостола Павла к Ефесянам. Шестая глава. Десятый и несколько следующих стихов. Ефесянам. Шесть. Десять. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие. Чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Апостол Павел прямо пишет, что у христианина есть борьба. И не столько против крови и плоти, как мы знаем, армии воюют друг против друга. Люди убивают даже сейчас в наше время. Было в прошлом столетии две огромных войны, две мировых войны. Там, где люди, миллионы людей, миллионы солдат разных армий сражались друг с другом и убивали друг друга. Но христианин имеет другую борьбу. Не против плоти и крови, не против человека. Против сил зла, против властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Это невидимая борьба, это невидимые власти. Но мы боремся с этим. Мы боремся с грехом, мы боремся со злом. И эта борьба есть реальна. Эта борьба касается многих людей. И Слово Господне говорит, чтобы успешно противостоять силам тьмы, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Для того, чтобы победить тьму, нужно быть сильным в Господе. Нужно иметь силу Духа Святого. Нужно иметь общение с Господом. И тогда ты сможешь, как мы прочитали, все преодолевшее устоять. И дальше апостол Павел в этих стихах, он описывает, что христианин даже должен иметь, как солдат, когда идет на войну, и он описывает оружие римского воина, который имел щит, который имел меч, который имел шлем, который имел пояс. И также он говорит, христианин, тебе нужен щит веры, тебе нужен меч Слово Божьего для того, чтобы победить в этой войне. Тебе нужно оружие такое, как молитва. Тебе нужно духовное всеоружие. Тебе нужно оружие. Молодежь, нам нужно это оружие. Нам нужна живая вера. Нам нужен меч Слово Божьего, чтобы нам побеждать. И когда мы оказываемся без этого оружия, и когда нас атакуют силы тьмы, тогда приходят проблемы. И поэтому, друзья, нам нужно это всеоружие. И пусть каждый сегодня серьезно задумается, взял ли это всеоружие, имею ли это всеоружие. Эта борьба, она встречается. Однажды, когда мы проповедовали Слово Божье много лет назад на Украине, и в небольшом таком собрании, один брат, молодой брат проповедовал Слово. И во время того, когда он проповедовал, он внезапно остановился, и было видно, что ему тяжко говорить. Но, как бы собираясь силами, и мы начали молиться за него, за своего друга. Мы начали молиться, Господи, укрепи его. Что-то помешало ему говорить Слово. И он начал постепенно, и Бог его благословил, пришла победа для него. После служения спросил, что случилось. И он говорит, ты знаешь, стрела во время проповеди. Враг хотел нанести, поранить, но он противостал. Молитва друзей поддержала его, и Бог дал ему победу. Эта борьба духовная встречается, она реальная, друзья. И нужна сила, чтобы все преодолевше устоять. Недавно там, где я работаю, мы каждое утро молимся. И одна мама сказала, помолитесь, пожалуйста, за мою дочь. Она сегодня работает в медицине, ее вызвали на appointment, чтобы она делала процедуру для одной женщины, которая занимается колдовством. И все в этом офисе медицинском отказались делать эту процедуру, и вызвали эту девушку, молодую девушку, христианку. И она говорит, она сейчас едет туда, помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог благословил ее, и оградил, и охранил. И мы, конечно, все вместе помолились, и Бог благословил. Действительно, нужна сила Божья для того, чтобы была охрана, чтобы была победа. Нужна сила от Господа, и приходит победа. Потому что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. И Господь Иисус Христос победу получил. Он побеждал, Он силы зла, Он очищал и освобождал людей, которые были зависимы от этих нечистых сил. И Он дарует эту победу для христианина, для своего детяти. Поэтому Господь хочет, чтобы мы были побеждающие, чтобы мы побеждали в этой борьбе. Другая борьба, это борьба против самого себя. Это борьба против своего характера. Это борьба со своей плотью, со своим плотским «я», со своими плохими наклонностями. Борьба с самим собой. Мы прочитаем следующее место Слова Божьего. Первое послание апостола Павла к Коринфянам. 9 глава, 26-27 стихи. Первое к Коринфянам, 9 глава, 26-27. Павел говорит, «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Он говорит, «Я усмиряю и порабощаю свое тело, свой характер. Когда я вижу что-то неправильное, что-то греховное в своем характере, я начинаю бороться с этим. Я борюсь сам с собою, со своими наклонностями, я усмиряю и порабощаю сам себя». Почему? Он говорит, что если не будешь порабощать сам себя, даже если ты христианин, даже если ты ходишь в церкву, даже если ты поешь и проповедуешь, ты можешь, проповедуя другим, сам остаться недостойным. И когда мы хор пел, скоро, очень скоро мы увидим Господа, то есть опасность, что другие увидят, а ты не увидишь. А ты можешь остаться вне дверей, потому что, проповедуя другим, ты не смотрел за собою. И Павел говорит, «Я усмиряю и порабощаю тело мое, хожу на служение, называюсь христианин, но я наблюдаю за собою и порабощаю свое тело, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Однажды царь Петр I, у него был большой прием, был большой бал, и там было много министров, много послов было от разных государств, было такое торжественное собрание. И Лакей, его слуга, который услуживал ему, он сделал что-то неправильно. И этот царь, русский царь, он взял и ударил его по лицу. И когда до него дошло, какой он постыдный, сделал поступок. Это был позор для царя, ударить своего слугу. Видели много людей. Ему стало очень стыдно. И Петр сказал, «Я шведов победил на войне, я свою сестру тоже победил, а самого себя так и не победил». Дорогие друзья, это тоже реальная борьба. Наш характер, он остается. Когда мы даже приходим к Господу, то наш характер остается с нами. И нам нужно работать над собою. Нам нужно работать над своим характером, над своими привечками, над своими сторонами характера. И смотрите, что говорит апостол Петр. Второе послание Петра, первая глава, с пятого стиха. Он говорит для христианина, который пришел к Господу и начал следовать за Господом, что он говорит? Который уверовал в Бога. Мы сегодня слышали о вере. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. «А в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Павел говорит, что в нас должно быть и умножаться воздержание, терпение и другие качества. «А в ком нет всего, тот слеп, даже если называется христианином, но забыл об очищении прошлых грехов своих и опасное состояние». Время от времени я бываю на заручениях, как служитель. И однажды на одном из заручений мы, ну беседуя с сестрой, мы спросили такой вопрос, сестра, понимаешь ли ты, что твоя молодость, когда ты была сама предоставлена, сама себе, и что ты хотела, то делала, но сейчас ты будешь женой. И согласно Писанию, муж есть глава жены, а Христос глава мужу. Понимаешь ли ты, что ты, когда ты будешь женой называться, когда ты будешь женою, то у тебя будет глава, и тебе придется слушаться своего мужа. И если даже у вас в семье будет, ну, два разных мнения, и у тебя будет свое, у мужа свое, то кого ты должна будешь послушаться? У тебя уже глава. Тебе придется послушаться мужа. Ты должна быть послушной своему мужу, потому что так говорит Слово Божье. И сестра говорит, я понимаю, я начинаю это понимать. К сожалению, друзья, не всегда, не всегда и не сразу мы все понимаем это. Дети, Слово Божье говорит, это прекрасный хор наш, но вы вместе с тем дети, вы имеете родителей, и вы хорошо быть на этой сцене, но когда вы придете дома, папа и мама, и нужно послушаться, что скажет папа и мама. Если кто послушный, то тому обетование. Будешь долголетен, будет тебе хорошо, и много проживешь. И это обетование, и эта заповедь, она не отменяется для христианской молодежи, тем более, зная Господа, мы должны быть послушными нашим родителям. И вот один брат рассказывает, за одну свадьбу, на которой он был, на этом же заручении, неверующий знакомый, который был в университете, два человека учились в университете, на Украине, и он решил, понравилась ему однокурсница, он решил пожениться на ней. И поскольку это был студент, бедный человек, и он такую простую свадьбу делал, он только расписался, и говорит верующему человеку, «Пойди со мной в ЗАГС и будь свидетелем на моей свадьбе, когда я буду расписываться». Он говорит, «Ну, неужели нет никого другого? Никого, пойди, пожалуйста, со мною». Пришли они в ЗАГС, он был свидетелем со стороны жениха, и была одна девушка со стороны невесты. Несколько человек пришли в ЗАГС, и вот там в этом ЗАГСе свои обычаи есть. Нужен на эту дорожку, на этот ковер красивый, первый должен вступить в жених, а потом невеста. Но в этой свадьбе получилось наоборот. Первая вступила невеста. Она встает туда и ей подсказывает, «Подожди, первый должен стать муж твой, а потом ты, потому что ты жена, ты будешь его слушаться, ты выходишь замуж». Она говорит, «Нет, в нашей семье так не будет. В нашей семье будет так, как я скажу, я буду говорить, а муж меня будет слушаться». Потому что она была дочь начальника большого, а муж был простой студент. И она решила, что она имеет преимущество в этой свадьбе. И так несколько, и она стала первой на эту дорожку. И этот брат рассказывает на этом заручении, знаете, сколько этот брак просуществовал? Три месяца. Три месяца. Непослушная жена – проблема большая. Непослушные дети – проблема большая. Друзья, как справиться со своим эгоизмом, со своим «я», со своей гордостью, со своим непослушанием? Непросто. И апостол Павел говорит, «Я порабощаю и смиряю свое тело. Я борюсь сам с собою». Дети, это нелегко быть послушным. Я знаю сам, нелегко. Я помню, когда мне казалось, это несправедливо. Так, как говорят родители. Я лучше знаю, может быть. Но Слово Божие говорит, покорись своим родителям. И поэтому нужно просить силы у Господа, чтобы быть послушным сыном, быть послушной дочерью. И сказать, Господь, если ты чувствуешь, что тебе тяжело быть послушным, послушным ребенком, просто взмолись Господу и противостань сам себе и скажи, «А я буду послушен. Я исповедую послушание. Я буду послушен». Если тебе тяжело быть послушной женой, нужно перед Господом это принести. Нужно противостать самому себе и сказать, «Я хочу достигнуть. Я хочу не только называться, но быть христианкой. Я хочу, чтобы проповедуя другим и ходя в церковь, чтобы я достигла неба, чтобы двери неба открылись передо мною, понимаю, что нужно быть послушным своему мужу. Я избираю послушание. Послушание приносит благословение в семью». Поэтому, друзья, да благословит Господь в борьбе против самого себя побеждать силою Бога. Третья борьба – это борьба за благословение. Это молитвенная борьба за благословение. Я сейчас не буду читать третьего места, но я напомню нам один только случай. Это записано в Бытие, 32 глава, 24-26 стихи. Это история об Иакове. Это история, когда Иаков возвращается после многих лет, возвращается домой. Навстречу ему выходит брат Исав, которого он обманул. И с ним 400 людей. И здесь Иаков понимает, что завтра он и его дети, и вся его семья могут быть мертвыми. Что придет расплата. Некогда он обидел брата. Он остается на берегу реки, переправил всех, а сам остается. Остается он на ночь, но в эту ночь он не спит. В эту ночь он не спит. Он молится этой ночью, он борется. Он борется с ангелом, говорит Библия. И он борется, и ангел уже, когда утро восходит. Давайте представим себе, мы ночью будем сегодня спать, а кто-то может не будет спать. У кого-то может печаль, у кого-то может переживание, борьба. И кто-то может не будет спать, но будет молиться в эту ночь. Так молился Иаков. И молился он до зари. Всходит заря, и говорит ему ангел, отпусти меня. А Иаков ему говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Неотступность, неотступность. Иаков знает на весах его будущее, на весах жизни его семьи, всего рода. Ему хочется, чтобы все было хорошо. Ему хочется счастья, как всем из нас. И он говорит, Господи, я тебя не отпущу, благослови меня. Благослови меня. И там его Господь благословляет. Дорогие друзья, и нам нужны эти молитвы, ночные молитвы, когда мы задумываемся о своей жизни, о жизни своих детей, о жизни нашей, о наших судьбах. И когда мы думаем и видим столько много опасностей в жизни, столько много хороших и нехороших людей, кто поможет мне и моим детям пройти через эту жизнь, чтобы все было хорошо, чтобы все было безопасно, чтобы все было хорошо. Только один Господь, тот Господь, который держит судьбу каждого человека в своих руках. И поэтому перед этим Господом нужно уметь взывать, нужно уметь неотступно взывать и просить Господи, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь. И Господь, видя неотступную молитву, видя это желание, видя это смирение, это сокрушение, в другом месте написано, что Иаков плакал и умолял. И мы, это открывается секрет, как он молился, плакал и умолял. И нам нужны такие молитвы. Нам нужно уметь плакать и умолять Господа. Если мы серьезно относимся к своей жизни, к своему будущему, у каждого из нас должна быть эта молитва, эта ночная молитва, когда ты и Господь. И ты говоришь, Господи, кто может благословить мою жизнь, мою судьбу? Только ты. На человека нет никакой надежды, только Господь. Надежда на Господа. Благословение Господнее, оно обогащает и печали с собой не приносит. Но это благословение достигается через усиленную молитву, через молитвы и моления. И поэтому нам нужно научиться бороться этой молитвенной борьбой, бороться за свое благословение, бороться, чтобы Господь благословил и презрел на нас. И тогда придет благословение, тогда придет победа. Итак, друзья, очень важно нам иметь силу, очень важно иметь силу Божью, силу Духа Святого, пребывая в Слове Божьем, чтобы нам иметь и побеждать, иметь эту победу и побеждать в борьбе с грехом, в борьбе с дьяволом, в борьбе с силами тьмы. Нам нужна сила Святого Духа, чтобы побеждать самого себя, свой характер, свои плохие наклонности. Нам нужна сила, нам нужна победа и здесь. И чтобы нам получить благословение в молитве, нам нужна сила от Господа, нам нужен Господь, нам нужна победа от Бога. Давайте проверим себя. Может кто-то сейчас переживает борьбу. Может кто-то сейчас не уверен. Может кто-то находится в каком-то томлении, в каком-то борении, искушении. И тебе нужна сила. Тебе нужна победа. Знай, сила у Бога. Давид однажды в Псалме сказал, однажды сказал Бог, и дважды я услышал, что сила у Бога. Тебе не поможет никто. Никакая теория, никакая красивая, ничего, ничего не поможет тебе. Только сила от Господа, только прямое вмешательство от Бога приносит победу, приносит силу. И поэтому нам нужно иметь силу. Нам нужно иметь и черпать эту силу. И написано, что сила в Слове Божьем. Когда мы пребываем в Слове Божьем, мы имеем эту силу. Что еще я хотел бы посоветовать? Как укрепляться? Как в своей жизни получать победу? Петь хорошие псалмы христианские. Сегодня наша молодежь спела несколько таких благословенных, хороших песен. Я хотел бы призвать, друзья, всех нас, давайте будем петь. Петь своими устами. Не только слушать магнитофоны, DVD и CD. Петь своими устами. И причем петь не простые песни, а благословенные, сильные, помазанные Господом. И мы должны знать эти песни. Может быть, это песни, которые пела мама тебе, которые мама и папа учили тебя. Вспомните, сильные песни, которые вдохновляли тебя. И по их придет победа. Ко многим людям приходила победа через песню, через псалом. И последнее. Будем уметь молиться. Сейчас перед нами молитва. Давайте мы помолимся друг за друга, за нашу прекрасную молодежь, за их судьбы. Чтобы милость Божья была над ними. И помолимся и за себя. Чтобы нам исполниться силой Святого Духа. Там, где мы мало читали Слово Божие, покаемся пред Господом. Попросим Господи, прости меня. Там, где я мало читал или читала Слово Твое. Там, где не так в жизни было. Но сейчас я стою перед Тобой. И мне нужна сила. Мне нужна победа от Тебя. А победу дает Господь. Склоним наши колени и помолимся Ему. Аминь. Аминь.